Привет народ, с вами Варчик, хочу вас познакомить еще более подробно с Т-192, поскольку на моем канале мы с ним уже знакомились, что это такое? Это премиум легкий танк американский 8 уровня, давайте поговорим про его особенности, особенности это средняя нормальная такая подвижность как для ЛТ с высокой удельной мощностью, то есть он ездит хорошо, безусловно хорошо ездит, но не летает на те циферки, которые там у него по нарисованы, он просто хорошо ездит. Это все, хотя по циферкам должен просто землю на катки наматывать и срываться с места как ураган, но на самом деле он просто хорошо ездит. Итак, идем дальше, УВН на 10 градусов, это конечно хорошо, но на левый каток пушка опускается плохо. Следующее, это сама опушка, что у нас за ствол, сведение 1,8 даже там ближе к 1,7, если накидать еще всяких там дров, бревен до пайков там сверху еще там кремом намазать, то в принципе там сведение будет очень быстро, точность 0,38, средненькая точность, ну стоп пайком стреляется нормально, не сказал бы что сверх, но такое. Перед выстрелом подсводиться все-таки нужно, даже желательно. При КДФ 4 с хвостиком секунды, если туда еще тоже всего фарша накидать, там скорострельность будет как с пулемета. Поэтому этот танчик играется в принципе от ДПМа и лучше всего на нем наносить урон против низких левелов, конечно можно и в позиционке постреляться как в этом бою, но все-таки чаще всего придется вам стрелять, когда вы крутите или упаруетесь и объезжаете врага с фланга, либо крутите. Также с такой скорострельной пушечкой модули у врагов вылетают просто как конфетти из хлопушки. Точно так же и башни с баками летают по всей карте только в путь. Что у нас по обзору? 400 метров. На 8 уровне только один легкий танк имеет обзор чуть больше, в 410 это немецкая ЛТшка 8 левела. А остальные еще пару ЛТшек имеют такой же обзор 400, остальные 380. В принципе на уровне обзор, но маскировка у нас лучшая на уровне почти. То есть одна из лучших, потому что бачат 12Т обгоняет нас там буквально на несколько сотых по маскировке. По сути одна из лучших. Это разница небольшая, которая там есть. С таким обзором мы просто офигенный светляк. Плюс еще пушка, которая подразумевает то, что мы не можем особо жестко в позиционке дамажить и перестрелиться с врагами. То есть этот танк изначально подталкивает нас к подсвету. Первую часть боя и возможно иногда смотря какая карта ситуация, середину боя, мы должны заниматься тем, что светим союзником врагов. Это мы можем делать как и активно, так и пассивно. В зависимости от ситуевины и карты. Ну и в принципе как карта сложится, так и такой на свет и получится. Я на этом танчике играю на расслабончике. Отдыхаю, процент побед там 67, средний урон 1600 чем-то. Играю просто отдыхаю. Фармить танк, ну как все прям танки, не сказал бы, что мало-много. Зависит от того, сколько вы светите дамажите. А вот ВН-8 на этом танке набивается, как по мне, очень легко. Особенно если есть возможность пострелять. Конечно, если часто закидут десятком, то никуда вы особо не постреляете. Но с проявитием 175 в принципе можно все пробивать. Но это нужно объезжать, искать уязвимые места, стрелять. Желательно по модулям, чтобы все горело, все взрывалось. Башни летали, это все прикольно. По сути, танчик годный. Танчик годный, мне он нравится. Я ни в коем разе не топ ЛТ-вод, в отличие от некоторых. И при этом при всем, я по фанчику на нем играю и получаю удовольствие. Но если вы не сильный игрок и не любите ЛТ или не понимаете, что это такое, я ни в коем разе не могу вам этот танк рекомендовать. Вообще, для большинства этот танк вряд ли подойдет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Пишите в комментариях. Может я ошибаюсь и все слабые игроки на этом танке тупо нагибают. Судить вам, думайте сами. Можете вы на ЛТ играть или не можете. Какой у вас скилл, хороший, не хороший, вам виднее. Это мое мнение про этот танчик. Ну и, кстати, бой получился прикольный. Получил медаль, которая на моем аккаунте достаточно редко получается. Это вторая медаль, в которой нужно убить последнего врага последним снарядом. Медаль Фатина, в которой нужно последнего врага убить последним снарядом. Поскольку я в этом бою стрелял много ПАУИ и СУ-101 или М1, или как оно там называется, и много не пробивал, не попадал, то в конце снаряда у меня оказалось мало. Еще там в предпоследнего врага не попало, обидно. Ну и в чат, я, боже, за пару лет в первый раз включил, наверное, чат в этой игре, чтобы написать, что у меня один снаряд. И по идее, ПТ-шка, возможно, оставила мне последнего чувака. Еще так точно в конце, кажется, нажал. То есть, есть вероятность, что чатик мне помог в этой игре получить редкую медальку. Как же нужен чат в этой игре? Ставьте просто за чатик лайк. Обязательно. И, возможно, когда-нибудь очень вернут нужный общий чат. Пишите свое мнение про этот танк в комментариях. Вообще, делитесь своими впечатлениями. С вами был Варчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok